Сегодня в Комитете информации и печати состоялась пресс-конференция министра внутренних дел республики Валерия Газаева. Отмечая на многочисленные вопросы представителей СМИ, министр в первую очередь отметил снижение общего уровня преступности по всей республике. Немаловажная роль в профилактике преступлений отводится программе «Безопасный город». По объективным причинам программа используется пока частично, но всё равно сотрудники внутренних дел успели ощутить её действенную помощь. С её помощью стало легче раскрывать преступления и брать на заметку злостных нарушителей правил дорожного движения, число которых также снизилось. Для того, чтобы программа «Безопасный город» заработала в полную силу, требуется профессиональная техническая помощь. Поэтому в данный момент ведутся переговоры с российской фирмой, которая специализируется на внедрении и эксплуатации подобных программ. В общем и в целом наши граждане и астинские народы рассчитывают довольно-таки толерантный народ по отношению к закону. И он законопослушный, наши граждане, по большому счёту, несмотря на всё недовольство некоторых представителей нашего общества, которые там выливаются постоянно в социальных сетях и так далее. И задумка была именно такая, что в общем и в целом законопослушная часть нашего общества, которую нарушают не специально, а по случайности, по осторожности, чтобы они уже поняли и осознали, что вся система стала работать и на том этапе, когда уже останутся злостные нарушители, до которых не доходит понимание законности, тогда будут на том этапе уже поднимать штрафные санкции и уже привлекать их к сыройным штрафам. Как-то так. То есть вы хотите сказать, что программа «Безопасный город», когда она начала сфакцинировать, она вам помогает? Это однозначно. Это и в плане раскрытия преступлений. И тем более, особенно для нас это серьёзное подспорье в плане нарушения права безопасности дорожного движения. Именно в данной сфере деятельности органов внутренних дел. Журналистов особо интересовал вопрос, касающийся сотрудников криминальной милиции, которые задержаны в рамках расследования дела Иннала Джабиева. Скажите, пожалуйста, вот по делу Джабиева проходят, объединяются работники криминальной милиции, вот в случае их оправдания, они смогут вернуться на прежние должности? В вашем вопросе, фактически, в вашем вопросе содержится и ответ. Если указаны гражданами любые-любые категории сотрудников, которые будут оправданы по суду в полном объеме и так далее, по большому счёту у нас, как и законно-то право их нету, мы по большому счёту обязаны их восстановить. Последние несколько лет в разных ведомствах проходит так называемая оптимизация, которая воспринимается гражданами не иначе, как кадровые сокращения. По словам Валерия Газаева, в Министерстве внутренних дел оптимизации не будет. Напротив, в планах – повышение заработной платы сотрудников. Согласно плану графику, который подписан, дай бог памяти, ещё в 2017 году, тогда в 2022 году предполагалось сокращение сотрудников органов внутренних дел, где это около 200 сотрудников должно было сократиться. Но это не то, чтобы я хвалюсь, но на самом деле это объективная реальность. 13 июля, если мне память, не изменяешь Москве сострала моя встреча с вместительным министром внутренней Российской Федерации, Калакольцевым, который говорил вопрос с Южной Сети. И в ходе почти что трёхчасовой беседы мне удалось убедить руководство Российской Федерации, что в нашей ситуации с Южной Сети это будет фактически катастроф. Мне удалось довести свою мысль, что речь идёт не о двухстрах сотрудников, а о двухстрах, мне как-то заранее, главь семейства – это меня, который благодаря вот этой зарплате. То есть эту цифру 200 смело можно было бы нажать на три, а то и на четыре члена семьи. И, соответственно, для нашего малочисленного общества это была бы катастрофа. Повторюсь ещё раз, мы нашли понимание, что сокращение как такого уже точно не будет по крайней мере. До 2025 года их аргументом была у вас стабильная криминогенная ситуация, у вас практически, по российским меркам, практически преступления не было. Я так и сказал, что я не буду удивлять искусство русской словесности, какие-то там выдуманные аргументы приводить и так далее. Но единственный аргумент, который более-менее серьёзный, может быть, это жила социально-экономическая ситуация в республике. С осторожным оптимизмом рассчитывал на повышение заработной платы после нового года. Вопрос повышения прошёл одобрение Министерства внутренней вилл Российской Федерации, в администрации президента Российской Федерации. В ходе пресс-конференции Валерий Газаев уделил внимание и многим другим вопросам, которые касались деятельности возглавляемого им ведомства. Лена Газаева, Заурустаев, информационный выпуск. Сегодня.